здравствуй дорогой зритель мы рады приветствовать тебя на нашем канале видео получилось длинным поэтому для удобства я разбила его на части тайм коды ты можешь найти в описании к видео приятного просмотра доброе утро всем привет сегодня я хочу открыть огородный сезон ну конечно же не в огороде начать сажать на рассаду есть у меня несколько растюх которые уже можно сажать вначале мы покормим кота киси киси это нету еще не пришел вчера приходил сегодня нету покормим кота покормим курочек нужно еще слазить подвал достать овощи сегодня буду еще готовить борщик рецепт я уже снимала поэтому повторяться не буду показывать как и что что хочу посадить ну во первых начну земляники это точно уже пора потому что ей еще пару недель нужно будет на стратификации побыть так еще нужно сажать уже лук нужно сельдерей сажать что-то там еще не знаю записала не помню о готовке идет идет ну-ка пошли я тебе еды вынесла давай делает вид что даже не знает меня ты чё такой дерзкий то стал а пошли кушать давай 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 я тебя принесла еды красивый стал такой гонорирует меня ужас какой-то все пошел есть и не привета не ответа как все коты я стопроцентный собачник люблю собак намного больше чем кошек потому что от собак хоть какая-то есть отдача а коты они эгоисты вот собаки всегда тебя любят просто так и ни за что что еще у нас на повестке дня сегодня тут все так много хотела сказать кот меня смысле сбил у нас тут на днях был сильно-сильно очень сильный просто снегопад сильнее даже чем циклон баня когда к нам приходил но что самое интересное снег выпал и к вечеру ночи уже пошел на плюс был дождь ледяной дождь все это быстренько ставила и ушло сейчас вот пошел минус и снежок покрылся корочка снежок мне кстати сегодня нужно будет собрать на земляничку и очень хорошо что саша был выходной как раз после всего этого апокалипсиса и очистил мне дорожки потому что снега было очень много во первых во вторых сегодня вот весь коркой покрылся очистил мне сарай с моим садовым инвентарем вообще уже как-то чувствуется весна то ли потому что день становится длиннее какую я тут занятную штучку нашла в неё можно начать лук сажать эти кассеты они уже такие ну уже выживают свое кстати мой подарок бы мне сейчас отлично пригодился но приедет он немножко попозже девчонки наши несутся плохо январь месяц всегда у нас был каким-то месяцем затишье еще в планах в этом году у меня было бы заинкубировать яйца по крайней мере не сушит точно по крайней мере своих не сушит не знаю как пойдут дела и возможности если будет возможность приобрести инкубационное яйцо бролеров или каких-то других кур может быть тех же не сушит каких-нибудь то будет хорошо если такой возможности не будет то буду инкубировать свои яйца но много не хочу потому что и огород по весне и цыплята хочу какую-нибудь золотую середину чтобы не упахаться со всем этим добром поэтому еще не знаю инкубировать я так думаю март-апрель точно не раньше есть у меня было бы какое-то стороннее теплое помещение где можно было бы содержать цыплят я бы с удовольствием выводила бы их даже и зимой так как у нас нету такого помещения мы конечно планировали его сделать но не знаю когда это будет потому что работал саши такая что планировать что-то бесполезно и с одним выходным очень тяжело что-либо дело но конечно хотелось бы очень хотелось бы в этом году вывести цыплят я уже точно наверно года два никого не выводила последних кур мы покупали и покупали суточными покупали и подрощенными может даже больше двух лет где-то так хотелось бы конечно еще перепелок опять завести но я говорю все зависит от помещения почему потому что дома не хочу держать никаких цыплят ничего никаких перепелов зиму или цыплят весной когда только выведутся пока их еще не забудет на улицу отправить ничего это не хочу проходили надоело я хочу нормальный дом без птиц в доме это не кошечка не собачка чтобы их держать в доме и от них очень много грязи от них очень много неприятных запахов поэтому нет не хочу уже буду думать выводить кого-то или не выводить но скорее всего выводить просто ближе к лету чтобы можно было минимизировать содержание птицы где-то возле дома или в доме максимум это веранда все потому что наигрались в такое птицеводство больше не хочу только специализированные какое-то помещение для разведения близко к дому вообще ничего не хочу в идеале конечно бы хотела бы себе такое помещение еще и для растеневодства да или хотя бы какую-то отдельную комнату там веранду но пока имеем что имеем еще надо будет у девчонок подстилку поменять точнее не поменять просто досыпать соломы сверху у них так уже грязноватенько но наверное через пару дней этим займусь потому что сейчас у меня есть вопросы которые безотлагательно их нужно решать в первую очередь это не подстилка давно мы не были в подвале и смотрю судя по всему когда у нас тут все таяло тут лило нехило в общем главное боль и разочарование в этом году это подвал в нем наверное уже процентов 60 урожая просто сгнило и поели его мыши крысы в этом году о тварь ползает иди отсюда в наглую ползают ничего не помогает никакие способы гуманные и негуманные нашествие просто в этом году из-за того что течет из-за того что не промерзает не знаю в какой причине здесь течет образовали щели через которые грызуны у нас тут и проникли подвал никакой очень-очень много огромное количество урожая просто просто уничтожено если его убирать какие-то бочки или ведра в закрытое что-то от да вы достали ползать я вас вижу боковым зрением если убирать в какие-то закрытые емкости то из-за того что здесь очень влажно здесь все гниет то есть это два варианта либо это сгниет либо это будет сожрано не знаю что делать подвалом когда делать потому что нужно заниматься нормально хорошо и основательно не просто так лишь бы сделать для того чтобы там как-то какой-то промежуток времени побыть без крыс и мышей нет если заниматься я вообще придерживаюсь такой логики если что-то делать тут делать нужно хорошо и основательно не для того чтобы через два-три года опять это переделывать вот поэтому если будет время подвалом займемся если нет ну значит нет значит будет портиться урожай пока у нас не будет возможности сделать нормальный подвал хочу показать столешницу от стола которую я переделывала вот тут закрашивала на видео она холодного цвета почему-то я не знаю если мне удастся при помощи цвет кора изменить цвет на тот который он в действительности я попытаюсь это сделать но так вот она холодная я уже снимаю без дополнительного освещения на самом деле устала очень приятный теплый цвет такой ореховый все мои вот эти вот проблемы где была шпаклевка я смогла исправить с помощью обычных восковых карандашей использовала вот коричневый карандаш к им получилось закрасить понятное дело что видны пятна что это все не идеально но это вообще первый первый мой опыт стол недоделан нужно сделать ножки нужно сделать окантовку есть у меня вариант как избавиться от этих пятен что можно придумать что можно сделать чтобы было красиво но это длительный процесс и сейчас я к нему не готова а так мне нравится красивая расцветка у стола тем более что стала у меня вообще нет кстати вот так цвет стала более-менее похож на натуральный но все равно он на самом деле теплее так сейчас не об этом речь начали проходить подарки наши с сашей новогодний мой придет в конце февраля к сожалению он едет с китая вот поэтому мне ждать долго но сашины вот уже начали приходить он заказал себе бритву для лица точнее вначале заказал одну вот эту да ричард именно эту бритву заказал твой хозяин потом заказал вторую но уже было поздно отказываться от этой у него была подобная бритва которой можно было бриться и также стричься но младшая собака съела зарядку от этой бритвы а затем увидел что есть такая которая можно брить лицо использовать как триммер для стрижки волос у носу и также как я понимаю можно стричься и еще можно использовать как по щеточку для очистки лица теперь у него две бритвы но одна может быть как стрижка хотя раньше я его стригла сейчас он ходит к парикмахеру здесь значит у нас вот сама бритва там в коробочке насадки я доставать не буду саша ей уже пользовался сказал что отлично бреет ему понравилось то что нравится мне что все эти бритвы аккумуляторные заряжаются от юсб очень даже сейчас удобно в общем это часть сашинах подарков но скорее всего это было к новому году и 23 февраля еще саши для работы нужен был такой чемоданчик для инструментов ящик этого вкладыш он сейчас не помещается туда потому что чемоданчик уже уже занят саша сложил то для чего он его покупал корпус у него пластиковый сверху металлический удобная ручка сверху имеются два ящичка сюда можно положить какую-то мелочевку и вот собственно для чего ему нужен был чемоданчик здесь значит у него провода для диагностики автомобиля для компьютерной диагностики разные провода на разные модели на легковые на грузовые у него также здесь есть мультиметр не знаю для чего тоже для чего-то нужен обычные провода от мультиметра то его его такое небольшое хобби монетизированное и вот он потихонечку докупает нужные ему для этой работы вещи складывать было уже некуда эти провода поэтому взял себе отличный такой вот чемоданчик фикси обзавелись таким чудесным контейнером для хранения картофеля любых овощей вот как он выглядит контейнер овощной на 12 а на одиннадцати два литра вполне себе вместительный у нас несколько таких емкостей и есть от него такая вот крышечка которая девается сверху и здесь открывается специальная дверца что можно было достать овощи обалденно удобная вещь вот я помыла в нем уже что-то у нас хранилось то ли картофель то ли морковка два больших и один значит контейнер у нас поменьше хранятся они у нас на кухне вот под этой столешнице здесь у нас типа маленький такой кухонной рабочей зоны там прохладно потому что находится возле входной двери поэтому там прохладно вот сейчас хочу посмотреть сколько туда поместится картофеля у меня значит ведерко наверно восьмилитровая я набрала картошечки вообще в идеале картошка должна быть уже помытая в этом году мы картофель не мыли не люблю грязный картофель вообще грязные овощи желательно их перед тем как убирать на хранение мыть это моя логика я никого сто процентов в этом не убеждаю просто это мне так удобнее ну 10 литровое ведро я думаю сюда вместе и все вот так вот закрыл они один на один хорошо ставятся удобно горочка этому многие знают эти контейнеры вообще не новинка не только фиксе но и вообще очень удобно ими пользоваться мы только приобрели и в принципе наверное еще парочку штук можно было бы взять вот еще есть маленький он тоже из фикса здесь уже 7 и 6 литров он удобно становится можно и большие друг на друга башенкой поставить в общем здесь у нас лук хранится тоже кстати он хранится в холоде там довольно прохладно и все просто отлично ну что борщ я уже приготовила теперь приготовим основное блюдо на сковородку и я наливаю немного растительного масла и обжариваю лук обжариваю несколько минут пока лук не станет мягким так лук поджарился я добавляю морковку нарезанную кубиком перемешиваю накрываю крышкой и на среднем огне даю потомиться где-то минутки три-четыре добавляю томат можно использовать томатную пасту можно кетчуп все зависит от того что у вас есть в наличии у меня мой собственный кетчуп домашнего приготовления также добавляю пару ложек сметаны хорошо перемешиваем немножко даем потушиться и дальше добавляю специи у меня это базилик замороженный смесь перцев немного паприки ну и соли по вкусу опять все хорошо перемешиваю и последнее я добавляю фасоль которое можно и нужно заранее отварить у меня фасоль из заморозки потому что я в большом количестве отвариваю и замораживаю фасоль то и удобно использовать различные блюда например для борща или вот как сегодня для такого ужина который будет у нас без мяса все так как все уже готово я буквально оставляю опять на минут пять чтобы фасоль разморозилась прогрелась и можно будет всем приятного аппетита полноценный обед сегодня приготовили первое и второе я стала сделать третьих хочу приготовить вафли для этого нам потребуется мука яйца сахар ванилин молоко сливочное масло и разрыхлитель все продукты должны быть комнатной температуры сразу смешиваю сухие ингредиенты добавляю немного ванилина и добавляю разрыхлитель сливочное масло я взбиваю вместе с сахаром добавляю яйца я все сразу добавляю потому что все равно тесто замешиваю планетарном яйца свои деревенские и желтки разные есть оранжевые есть светлые яйца все вот свежие продолжаем взбивать добавляю молоко и муку я буду выпекать в своем мультипекере вафельки давно кстати не пекла тесто получается таким как сметанка сейчас посмотрим сколько накладывать говорю давно не пекла уже и не помню все оставляем печься вафельки готовы люблю вафельницу мультипекарь за то что у нее есть много различных панелей у меня есть для тонких вафель есть также и для орешков хочу себе еще некоторые панели приобрести из этого количества теста у меня получилось 10 вафель нам это конечно пару раз чаю попить на сегодня вафли кстати получились вкусные все как я люблю я с одной уже сняла пробу сверху корочка внутри вафелька мягкая здоровские вафли всем приятного аппетита пришла пора заняться посадками не буду я сегодня сажать клубнику я уже подготовила контейнеры это лотки из магазина в которых обычно продается какая-нибудь продукция один значит лоток у меня будет виде поддона второй лоток имеет на дне сливные отверстия я вставляю в поддон и третий маленький лоточек у меня идет сверху как крышка для создания парникового эффекта можно дополнительно еще надеть бахилу или шапочки для душа одноразовые есть такие мне как раз потребуется три парничка и еще вот у меня здесь есть осталось это нам предстоит еще и перчик сажать и другие культуры засыпала я грунтом наши парники теперь поверх распределяю снег грунт я использую кстати обычный покупной ничего не смешиваю какой был в магазине обычно беру из светофора но мы в арле давно не были поэтому какой здесь был грунт подешевле и побольше кстати никого и ничему не учу не как готовить не как что-то сажать или выращивать я просто показываю свою жизнь показываю что я делаю чем я занимаюсь как я это делаю а вы уже делаете свои собственные выводы делать либо что как это делаю я или делать поскольку там что-то в последнее время я заметила два мнения у комментаторов это истинно верно это их мнение и абсолютно неверное мнение которое отличается от их если я так делаю значит мне так удобно люди последнее время тоже стали давать какие-то непрошенные советы хорошо утрамбовываю грунт и снег для того чтобы семена наши не провалились потому что земляника имеет мелкопыльные семена и они имеют свойства куда-либо всегда закатываться и проваливаться для того чтобы это не произошло нужно хорошо утрамбовать грунт и хорошо утрамбовать там снежок собаки кота воспитывают на том по столу лазит они знают что я не люблю чтобы коты залезали на стол поэтому воспитывает умнички мои умнички сажаю уже таким способом не один год для блиннику мне нравится мне удобно и я так буду продолжать ее сажать распределила перейдем к самому посеву земляники семена мелкие как я уже говорила и снег поможет нам еще и распределить более-менее равномерно потому что такие мелкие семена на почве прям вот не будут видны на снегу конечно все хорошо видно не бусты семян на самом деле и обычно они все входят там где ты их сыпанул прям бы много мне что-то казалось что раньше семян было больше и лотки подготовила большие ожидала что здесь что-то будет побольше первое это у меня барон солимахер второе александрина и она уже в маленьком пакетике что намного удобнее чем когда просто по огромному пакетищу раскиданы семена но я скажу их тут тоже не так много я все эти сорта сажаю тоже уже давно мне они нравятся кустики где-то живут два-три года том периодически подсаживаю другие прошлом году я тоже сажала землянику но у меня случилась неприятность мои любимые коты перевернули мне всю рассаду земляники и не вышло ничего как и ранее помидоры более по центру получилось посадить можно так дальше распределить ну и третье у нас байс солимахер принципе такая же как и первое только желтая желтая кстати лично мне кажется земляника немного слаще и и здесь у нас тоже маленький пакетик непонятно вообще почему так но очень интересно такие вот пакетики тоже не всегда удобны есть семена которые электролизуются и бывают пакетики внутри такие как бы фольгированные более плотные вот к ним не электролизуются но тут более-менее получилось ровно распределить все я сверху закрываю нашими крышками пакетики и убираю на стратификацию на две недели куда убираю значит можно убрать в холодильник в подвал или в прохладное помещение температура должна быть в районе плюс пяти градусов я уберу на отапливаемую веранду но там у нас температура невысокая где-то пять градусов плюс-минус с открытием сезона вы что-то уже посадили расскажите мне пожалуйста мне интересно если вы уже начали сезон то с чего начинаете вы я обычно начинаю земляники а на очереди у нас еще будет лаванда но это уже будет следующем видео если вам понравился данный ролик то подписывайтесь всем спасибо и всем пока пока